детали приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча как и всегда обсуждаем рынки новости если они есть по содержанию по хронологии экономического календаря смотрим на основные тенденции ну и принципе подсказываем всем нашим подписчикам что сейчас есть интересного на рынке как это можно использовать все наша текущая встреча проходит буквально в преддверии важнейшего релиза этой недели данных по инфляции в сша поэтому конечно же заранее сейчас попробуем с виталием спрогнозировать наиболее вероятные движения по факту этого события ну а спустя неделю уже подведем итоги и возможно посмотрим уже более точно на перспективы доллара потому что у нас будут уже позади данные по нонфарм перлс и отчет по инфляции ну и в целом можно будет уже готовиться к сентябрьскому заседанию которая как ожидает многие станет судьбоносным ну хотя бы только лишь потому что впервые за много лет американский регулятор точно снизить процентную ставку вопрос в том насколько 25 50 байсных пунктов в общем это как раз поможет понять представящий отсчет по инфляции ну что давай тогда начнем с меня перейдем демонстрация экрана так индекс доллара текущей котировки 102.95 я в целом совершенно не меняю свой прогноз соответствие с тем что было озвучено ранее я ожидаю то что доллар все же после вот этого периода консолидации который мы наблюдали очень похоже вот некоторое время назад в середине прошлого месяца все это может закончиться появлением фундаментального триггера который убедит трейдеров в том что нет другого пути в резерву кроме как начать корректировать ключевую процентную ставку я думаю то что это все завершится еще одной волной агрессивных распродаж поэтому жду индекс доллара в районе ста двух пунктов сегодня у нас еще будут данные по индексу цен производителей это отчет по промышленной инфляции целом можно сказать что этот отчет может подсветить нам характер цифр завтрашнего релиза по индексу потребительских цен сегодня ожидается то что промышленная инфляция в прошлом месяце в годовом выражении снизилась с двух и шести до двух и трех процентов базовый показатель промышленной инфляции цен производителей тоже можно скорректироваться с трех до двух и семи процентов я уже отметил то что сейчас рынок волнует только лишь то насколько американские регуляторы снизить процентную ставку так вот если мы посмотрим на инструмент white botch tool то вероятность снижения ставку в сентябре сто процентов и тут уже ее дробление примерно 50 процентов то что ставку снизит на 50 байс на пунктов и 50 на 25 байс на пунктов я думаю что сегодня после того как выйдут данные по индексу цен производители это расстановка мнение очень сильно изменится и большая часть трейдеров начнут склоняться к тому что пресс пойдет на более активное снижение поэтому я бы смотрел на текущий уровень 103 пункта как как раз на тот самый рубеж от которого можно отстраивать средние долгосрочные трейды позиции и ждать опять же распродаж даже если мы увидим то что сегодня первая реакция рынка будет рост по индексу доллара не думать то что этот рост может быть продолжен там выше уровня 103 и 5 мы в итоге останемся вот в рамках вот этого нисходящего тренда и завтра отчет по инфляции можно сделать свое дело помочь продавцам и заставить отступить покупателей так а что касается других релизов я думаю что сейчас на не нужно делать акцент на что другое потому что зачем когда на повестке данные по инфляции и здесь однозначная торговля которая создает также условия о тому что ждать от рынка золота в частности золото у нас практически были новые исторические максимумы вот по сути хай сессии на 2477 долларов за трость к унцу и я за то чтобы роста продолжился опять же мы сейчас понимаем что у золота есть хороший шанс сохранить эту восходящую динамику не только потому что ожидаю частности снижение доллара но из-за геополитических рисков которые никуда не делись и сегодня также на своем брифинге рассказывал что очень хорошим индикатором того что распродолжится является еще и речный сантимент потому что сейчас толпа трейдеров точнее со вчерашнего дня оказалась в продажах соответственно перед против толпы сегодня сантимент не меняется и это меня убеждает в том что рынок еще не исчерпал потенциал восходящего движения я бы даже сказал что мы можем увидеть 2 500 не то чтобы там завтра когда вы данные по инфляции этот рост может последовать там буквально на ближайшую минуту и такой сценарий как раз отработку стоит ожидать так и по британской валюте давно мы не рассматривали уже фунт я предлагаю немного справиться в этом плане если у тебя будут какие-нибудь комментарии со своей стороны будет неплохо тоже далее но со своей стороны я отмечу то что по фунту очень много статистики на этой неделе сегодня вышли данные по рынку труда завтра отчет по инфляции в пятницу еще данные по роничным продажам так вот если полагаться на то что происходит сейчас в британской экономике но главные индикаторы это опять же все еще высокие заработные платы которые провоцируют логальный рост инфляции завтра думаю то что мы увидим о британской экономике рост инфляции с 2 до 2 3 процентов как ожидает аналитики эксперты и это может убедить трейдеров в том что вот это снижение точнее процентной ставки которые мы наблюдали некоторое время назад может быть даже после этого года и до конца года до декабря банк англии уже воздержатся от дополнительного смягчения экономической политики добавляем сюда еще идею ослабление курса американского доллара и довольно амбициозной целью может стать движение пара фунт-доллар к уровню 1.30 вот как раз туда я предлагаю смотреть в ближайшие торговой сессии так вот на этих трех инструментах я остановлюсь виталий стол тогда тебе итак всех приветствую принципе по этим инструментами с тобой согласен по поводу там индекс доллара фунта золото я аналогично работаю в данной стороны ты правильно отметил инфляция по фунту куча новостей я думаю что она как-то совпадет что фунт будет расти вопрос только это коррекция или новые максимумы будут но и по поводу вот эти этой шумихи уже вторую неделю с ближним востоком что ждали 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 там нагнетали но есть вероятность что американцы могли договориться вот недавно была кстати делегация ездила в иран то есть они могли договориться с иранцами чтобы ничего не делали принципе там ничего не случилось такого глобально ну скажем как бы случилось ранее но не прям такое чтобы иран куда-то ввязывался да поэтому возможно договорились ничего не будет поэтому скажем но все если даже просто на золото смотреть оно смотрится наверх да потому что там сильный тренд все равно есть какие-то риски в мире и многие перекладываются скажем частично в золото но давайте обсудим сейчас графики быстренько пробежимся евро доллар индекс доллара зеркальные инструменты я по евро ожидаю движение наверх то есть возможно мы на этой неделе будем обновлять 1 10 на то есть у нас на текущий момент ключевые уровни поддержки где-то в районе 109 все что выше 109 я бы аккумулировал покупки с сильным ростом да конечно могут быть сюрпризы это нужно понимать работать с риск-менеджментом есть вероятно что мы можем там как вариант через какие-то локальные минимумы уйти на и только наверх но я пока рассчитываю с текущих плюс минус да поэтому индекс доллара евро у нас зеркально фунт доллар аналогично я вчера начал его покупать с ребятами и в принципе во вчерашнем своем обзоре я делал с утра говорил что евро жду наверх индекс доллара и принципе там фунт я не затрагивал но в принципе здесь картинка одинаковая мы сломили вот этот нисходящий тренд коррекционный да здесь есть вероятность что мы тестируем вот этот восходящий тренд который который длится там последние несколько месяцев идёт его ртс мы можем отбиться да то есть такое тоже поэтому здесь нужно со стоп лоссами работать вопрос только по фунту мы сейчас будем расти это коррекция или это 1.30 50 будет вот это только вопрос то есть но я за покупки дальше я перевернулся по нефти с понедельника потому что мы с тобой на прошлой неделе ну даже не то что на прошлой неделе мы с тобой практически весь июль шартили нефть да то есть и нефти достаточно сильно отпадала понятно что там ждали ниже но здесь начали ее заворачивать сильно и я уже с понедельника то есть своих обзорах говорил о покупках и дальше в принципе я думаю если будет какая-то коррекция по нефти какая она будет скажем консолидация или коррекционная что-то наподобие как допустим в июне то я дальше буду рассматривать точки входа на покупку сейчас их не вижу потому что мы нарисовали импульс нужно коррекцию какую-то и дальше рассматривать лонг поэтому по нефти я перевернулся перевернулся я по натуральному газу еще на прошлой неделе то есть у нас здесь нисходящий такой коррекционный достаточно сильный тренд последние два месяца мы его вот так если смотреть последний локальный максимум мы его сломили нарисовали импульс и здесь в принципе можно рассматривать покупки кто торгует данный инструмент ну двух словах по золоту жду наверх только только вопрос будет ли там какая-то локальная коррекция но то есть я бы держал покупки не понимаю кто его шортит это золото конечно все возможно там какая-то тройная вершина здесь и так далее все возможно да но я за покупки дальше поэтому по серебру принципе плюс минус то же самое затрагивать долго долго не будем рынок криптовалют здесь зарост то есть вот это движение по биткоину который у нас длится уже практически 3 4 5 практически полгода я думаю что это коррекция и мы дальше пойдем наверх она сложная потому что на уже последние там два месяца достаточно такие минимумы понятно выносят стоп-лоссы сливают можно здесь нельзя ничего исключать и какой-то нисходящий тренд но я все-таки пока вот даже в комплексе анализирую там некоторые монеты там bnb солана они тоже есть кстати терминале амаркетс они достаточно хорошие на покупку как мне кажется еще более красиво смотрится нежели биткоин поэтому кто их торгует я бы стал их рассматривать достаточно сильно на покупку средний срок поэтому биткоин я за логи поэтому еще и точки входа на покупку принципе плюс минус текущих можно эфир аналогично у нас получается нарисовали такой локальный уровень поддержки две пятьсот условно все что выше данного уровня покупочки да здесь тренд конечно посложнее уже получается вот этот коррекционный нежели по биткоину bnb солана там вообще супер консолидации здесь такое так послели да то есть через эти и киев и повыносили всех то есть задурили голову на и что касается фондового рынка я в своих последних обзорах говорил и в принципе на прошлый турник я за покупки потому что думаю что как вариант вот это все снижение которое было в июле это коррекция она связана я думаю большинстве случаев не только там с признаками рецессии потом там эскалации конфликта на ближнем востоке это связано я еще месяц назад говорил чуть более что крупные компании американские у них есть такая функция как бэйбэк да ты знаешь когда они откупают акции с рынка то есть у них есть много кэша свободного и так далее и у них как раз вот этот там и июнь июль там где-то месяц-полтора была пауза то есть у них было как-то я не там точно не знаю правила какие у них пауза поставлена на этот откуп и поэтому рынок скорректировался сейчас они снова будут вливаться в рынок я думаю за счет этого рынки будут сильно расти то есть ну и возможно плюс еще посмотрим какая монетарная политика дальше будет но я думаю что S&P стоит откупать вот секущих даже если мы немножко скорректируемся ориентир вот этот импульс который у нас был на прошлой неделе в четверг то есть он как бы ориентир пока он не сломлен я за покупки на на перехай вот этот и выше там же посмотрим NASDAQ там и другие инструменты аналогично пока все у меня Виталий спасибо тебе за рекомендации кстати по поводу фондового рынка полностью разделяю сценарий роста я считаю что S&P тот же самый NASDAQ и Dow Jones вот этот рио точно сможет вернуться к прежним максимумом по крайней мере если не сейчас то как только фрс начнет снижать процентную ставку и будет постоянно сталкиваться с обстоятельствами при которых ее нужно будет постоянно снижать дальше я не ожидаю какого-то резкого списка индекса потребительских цен это создаст условия при которых экономические показатели точно должны улучшиться ну и плюс ко всему никто еще не стоит забывать про правила что откуда бы мы не купили американский фондовый индекс спустя год будем в плюсе только один раз в 2007 году было иначе а сейчас когда он уже скорректировался ну тут прям подарок для тех кто раньше пропускал подобные сделки чтобы на долгосрок залезть в любой из этих индексов я я глобально вот если смотреть долгосрочно прям вот я не согласен сейчас потому что мы должны войти где-то в ближайшее время супер цикл снижения да то есть весь рост мы где-то должны что-то наподобие там 80-х годов 30-х годов прошлого столетия когда там на на очень долгое время будет скажем медвежий тренд то есть я так посмотрим я думаю что когда он начнется мы с тобой много времени уделим чтобы проанализировать все это потому что ну да действительно тренды меняются и я бы хотел посмотреть на затяжное падение американского фондового рынка но ведь когда-то он должно ведь начаться правильно сколько можно расти это ли спасибо тебе за твое время внимание хорошего тебе закрытия тогда недели еще раз отсчет по инфляции у нас впереди важный фундаментальный повод удачных трейдов тебе наш подписчикам ну и конечно же вас в следующий вторник уже подведем итоги обсудим как там и что будет с рынка после такой-то насыщенной недели спасибо тебе еще раз до встречи там пока